Призер всероссийского конкурса «Доброволец России-2015», финалистка конкурса «Мисс Молодежь» и победитель конкурса «Лидер года». Это только некоторые из регалий, уже присвоенных молодой и активной жительнице Ненецкого округа Екатерине Тарасовой. Открытая и приветливая она нашла свое признание в созидании добра и творчества. Всем привет! Меня зовут Екатерина Тарасова, мне 24 года. Все мы хотим сделать свою жизнь интересной и насыщенной, и у каждого из нас свой способ для достижения этой цели. Я занимаюсь волонтерством, работаю в сфере культуры и увлекаюсь творчеством. Мне нравится создавать необычные вещи своими руками. Екатерина – ведущая методист этнокультурного центра и активист творческой студии «Чудо-ручки». Она проводит различные акции, мастер-классы, кружки и участвует в мероприятиях других организаций. Вокруг себя девушка собрала немало увлеченных творчеством людей. Она занимается с трудными подростками, многодетными семьями и многими другими жителями округа. Очень приятная девушка, очень доступно все, понятно все объясняет, показывает, помогает и взрослым, и детям. А тебе как? Мне тоже нравится. А что тебе особенно понравилось в работе? Мне понравилось, как надо пришивать вот это. Молнию? Да. В свою жизни Екатерина выстилает ровными стишками. В жизни, говорит, как и в творчестве, надо пробовать, чтобы получить результат. Идя уверенно по жизни, она стала победителем регионального конкурса лидеров детских и молодежных объединений Нинецкого округа «Лидер года». И тогда как-то, ну, появилась, в принципе, может быть, какая-то уверенность даже в своих действиях, да, то есть, ну, не бывает какой-то, вот, может быть, там, победы, да, или полупобеды, и все, и человек останавливается. Я считаю, что вот какие-то такие достижения – это только подтверждение того, что ты двигаешься в нужном направлении, в правильном. Важно отметить, что Екатерина выдвигается кандидатом на премию президента России по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетово-национального проекта образования. Уже этой осенью победители регионального конкурса «Лидер года» представят наш округ на всероссийском конкурсе «Лидер 21 века», а 7 июля в Москве примет участие в торжественной церемонии награждения финалиста конкурса «Мисс Молодежь». Для участия в нем Екатерина представила проект «Чудо своими руками». Это игрушки, сделанные руками волонтеров по рисункам воспитанников детского дома. Идея реализовать его у Екатерины родилась уже давно. Толчком стал конкурс «Мисс Молодежь», и девушка решила, что это отличный повод больше не тянуть с началом проекта. С ребятами проходили занятия, мы с ними рисовали просто на какую-то свободную тему, там может быть любимое животное или с кем бы ты хотел дружить, если бы какое-то существо нужно было придумать. И у нас скопилось достаточно большое количество рисунков. Заключительным этапом стал праздник в детском доме, когда каждый воспитанник получил в подарок игрушку ручной работы, свой рисунок, оформленный в рамку, и сладкий приз. Благородная миссия нашла призвание членов жюри российского конкурса «Мисс Молодежь». Екатерина Тарасова вошла в число 33 финалисток из более чем 5000 участниц. Еду туда не за победой, еду просто посмотреть, посмотреть может быть с кем-то как-то, пусть не подружиться, но хотя бы наладить контакты, чтобы уже можно было вместе какие-то проекты делать межрегиональные, это всегда интересно. Активная и целеустремленная. Екатерина не собирается останавливаться на достигнутом. Говорит, что творческих планов много. В ближайшее время работа над совместным проектом «Чудо-ручек» и этнокультурного центра «Творим сказку». Уже в ближайшее время будет объявлен набор детей в группу по изготовлению игрушек для кукольного театра и с помощью них сделана постановка ненецкой сказки. Мини-спектакль планируется снять на видео и распространить этот ролик по образовательным учреждениям округа.